Суровый бой ведет ледовая дружина. Это строчка из песни Эдуарда Хиля. Отлично иллюстрирует то, что происходит на льду. Причем не только во время серьезных игр, но и тренировок. На корте чувствуется дух соперничества. Парни со всех сил стараются забить шайбу ворота. При этом могут использовать хитрость, подрезать друг друга или толкнуть. Но ничуть не обижаются на товарищей из команды. Знают, что этот вид спорта суров и опасен. Глеб Бондаренко на коньки встал в раннем детстве. Тогда играл с ребятами во дворе. И даже не мог предположить, что когда-то будет представлять Сахалинскую область в молодежной хоккейной лиге. Самая большая награда – это то, что игровой опыт профессиональный в молодежной хоккейной лигах. Что-то новое для себя узнал, ушел. Новые тренировки, новые какие-то элементы, тактика, игровое мышление. Самая большая награда в том, что я могу выступать и защищать свой родной край. Такая возможность появилась и у Никиты Савичева. Парень рос и учился в Макарове – городе с отличной хоккейной историей. Тренеры клуба «Сахалинские акулы» не смогли упустить перспективного игрока. Поэтому, как только ситуация с коронавирусной инфекцией позволила выйти на лед, молодой защитник начал тренироваться. Уже через год его возьмут в основной состав команды. Перерыв в несколько месяцев из-за распространения инфекции отрицательно сказался на спортсменах. Теперь им приходится заниматься не два-три раза в неделю, как раньше, а каждый день. При этом дополнительно посещать тренажерный зал. Но ребята надеются, что их усилия не пропадут даром. И в скором времени они смогут блеснуть силой и мастерством в очередных соревнованиях. Надежда Кобзева, Дмитрий Кляровский, телекомпания ОТВ.